Здравствуйте! Мы находимся в гостях у главного редактора «Красного радио» Петра Гамила Роури. Здравствуй! Здрасте! Так, представься и расскажи немного о себе и о радио. Здравствуйте! Меня зовут Гамила Роури Петер. Я нахожусь постоянно в городе Ростове-на-Дону. Когда-то в августе прошлого года пришла идея создать радио, по которому можно было бы крутить какие-то наши лекции, музыку и так далее. Исходил я из идеи, что ролики это, конечно, хорошо, но, допустим, я как автомобилист, мне не всегда было удобно их смотреть во время езды куда-нибудь. А радио всё-таки дело более удобное в этом плане. его включил даже в тот же самый наушник или по громкой связи в автомобиле. Едешь и слушаешь. Ну и плюс, это опять-таки некая новая возможность для создания какого-то нового оригинального контента, который не только бы в каких-то группах выкладывался, не только бы на YouTube-канале партийном, а именно в звуковом формате. Это немножечко и проще, и требует не такого большого количества оборудования, которое зачастую дорогое, и не каждый может себе позволить. Ну и вообще, в принципе, как показала практика, мы записывали поздравления с Новым Годом для наших слушателей, для наших товарищей. Это достаточно довольно удобнее и проще делать. В том числе, с Золотовым, который находится в Нижнем Новгороде. Даже элементарно можно по скайпу связаться, записать беседу, как я это делал, например, с Михаилом Васильевичем Поповым. Ну и вообще, это в принципе довольно-таки просто. Все наши товарищи старшего поколения сами в большинстве своём с этим справились. То есть, это даже как таковых каких-то способностей не требует. Радио у нас вещает сейчас круглосуточно, практически без перерывов. Есть небольшая техническая пятиминутка перед 12 часами ночи по Москве. Ну, это чисто технический момент. Я думаю, в дальнейшем, как мы будем развиваться, мы это дело устраним. Я на радио работаю не один. Я уже писал недавно статью на эту тему. Есть у меня около 10 человек, товарищей, которые помогают. В том числе, Стас помогает постоянно с контентом. Над новостями у нас работает сейчас порядка 4-5 человек. Сейчас задумываем программы. Я вот с Максимом Гордевниным из Самары записывал фундамент на тему, кто такой пролетарий. Собираемся её продолжать. Будем обсуждать достаточно фундаментальные вопросы, которые, как правило, зачастую вызывают наибольшее обсуждение, оживлённое, горячие споры и т.д. и т.п. Также в этом году планируем сделать некоторое подобие политического обозревателя, который, по-хорошему, было бы неплохо раз в неделю делать. Но, опять-таки, всё упирается в кадры. Кадры решают всё. Ну, как только наберём нужное количество людей, будем как-то дальше развиваться. Потихоньку-потихоньку процесс идёт. Буквально с августа, когда первый месяц я этим занимался сам. И вот до Нового года объём работы был проделан огромный. Очень много контента сделали своего. Ну, мало, конечно, на мой взгляд. Хотелось бы больше, но... Насколько время позволяет, насколько товарищи помогают. Делаем всё, что можем. Так, спасибо. Смотри, нам пришли вопросы. Часть прислали мне, часть написали в группу. Вот я задам некоторые. Так, вопрос из Тюмени задаёт Анастасия Луслаева. Есть ли интерес у ростовчан к нашей партии? Как скоро ростовская ячейка расширится? Какие предприятия есть в Ростове-на-Дону? Планы ростовской ячейки на 2020 год? Ну, относительно ростовчан очень сложно сказать. У нас в основном, из того, что я вижу, из тех, с кем я успел познакомиться, это в основном троцкисты. Очень много людей у нас в СПО. Также есть ячейка РРП. Очень много всяких, там, стейшн-марксов и прочих-прочих, которые ничем заниматься не хотят, учиться не хотят. В основном, около памятника Ленина фотографируются. Больше я активности, как бы, никакой не наблюдаю. По предприятиям могу сказать. У нас достаточно крупный есть Роствертол. Ростовский вертолетный завод. Ростсельмаш комбайновый. У нас есть Горизонт. Но они тесно очень сотрудничают с Роствертолом. Они для вертолетов, насколько я знаю, оборудование какое-то специфическое делают. У нас есть какой-то, вот я не помню, то ли для локомотивов, то ли какой-то вот такой ремонтный завод есть. У нас есть научно-исследовательский институт радиосвязи или что-то в этом роде. Тоже занимаются всевозможными локаторами и т.д. и т.п. Работа пытается вестись, но специфика Юга такова, что идёт очень-очень медленно, очень тяжело, со скрипом. Ну и у меня, в принципе, и без того большая партийная нагрузка. Очень мало получается с людьми пообщаться, очень мало получается газет раздать. Ну, стараюсь, стараюсь, буду что-то думать, что-то придумывать относительно интереса самих ростовчан. Ну, очень сложно, потому что тут ещё и специфика своя достаточно. Достаточно, скажем так, край казачий. Не все это любят, не все понимают. Очень сильно сидит в головах наша любимая пропаганда о том, что всех расстреливали, всех убивали и т.д. и т.п. Ну, вот у меня у самого в роду казаки есть. У меня, у моего прадеда было шесть братьев, у самого прадеда было семеро детей. Никого даже в тюрьму не посадили, не то что расстреляли или там ещё что-нибудь. По планам на 2020 год могу сказать, очень надеюсь, общаюсь с некоторыми ребятами, которые сейчас учатся в Красном университете. Очень надеюсь на то, что некоторые из них всё-таки к нам пойдут. Это немножечко меня разгрузит. Это территориально поможет больше литературы распространять, потому что живём мы с ними в разных концах города. Ну, и я надеюсь, что работа хоть как-нибудь начнёт потихонечку сдвигаться. Они, к сожалению, не рабочие. Ну, это роли пока что на данном уровне развития организации нашей в Ростове не имеет сильной. Нам бы сейчас хотя бы 2-3 человека, чтобы хоть как-то можно было куда-то ходить, где-то выступать. Даже в те же самые левые организации, типа вот к Платошкин сам я ходил, ну, очень тяжело вести дискуссии просто вот одному против толпы, настроенных против тебя. Ну, то есть, нужны товарищи, которые тебе помогают? Конечно, поддержат просто элементарно, пока, скажем так, опыта такого большого нету в ведении диалога с какими-то людьми, то элементарно может кто-то одёрнуть что-нибудь, подсказать уже будет гораздо проще. Ну, и морально даже элементарно. То есть, вот я надеюсь, сейчас ребята новые придут, они мне во всяком случае говорят, что они хотят закончить сначала Красный университет, и тогда уже будут вступать. Ребята достаточно грамотные, очень надеюсь на них, что всё-таки вступят. Ну, будем на это надеяться. Так, следующий вопрос. Вопрос из Свердловска от Марата Микранова. Сколько и как часто газет раздаётся Ростовская ячейка? Ну, у нас пока ещё не ячейка. Надеюсь, всё-таки в 2020 году попытаемся стать таковой. Газет, к сожалению, пока что раздаётся по минимуму штук по 50 каждого тиража. Связано это с тем, что очень часто гоняют. Ну, то есть, администрация не приветствует этот образ? Ну, конечно. А какой, грубо говоря, буржуй будет приветствовать, чтобы работники у него что-то забирали? Это же дело такое. Нет, просто у нас в правлении вот в Воронеже таких не возникало. Мы как бы ходим на раздачи, но охрана подходит только, ну, может взять газету, а смотреть, что мы распространяем. Ну, у нас, к сожалению, немножечко поагрессивнее в этом плане, но не суть. Стараюсь через знакомых как-то распространять. Есть у меня среди знакомых рабочие, которые работают на разных заводах в нашем городе. Пытаюсь как-то через них, пытаюсь даже на встречах вот таких вот, типа как я к Платошкинсам ходил, к сути времени ходил, им тоже там по чуть-чуть газет оставляю. Обратная связь идёт, небольшая, но опять-таки очень пассивно в плане политики люди у нас себя ведут. То есть, они не интересуются политикой? Ну, они не то, чтобы не интересуются, у нас как-то вот очень сильно какой-то страх у людей в том плане, что, что я буду что-то делать, я сейчас начну выступать, что-нибудь предпринимать, а меня возьмут и уволят. Ну, то есть, у вас тут проблемы именно с устройством на работу, правильно? Ну, не то, чтобы... У нас, во-первых, очень любят с предыдущего места работы характеристики брать. Очень распространённая практика. Поэтому, во-первых, вот этого, наверное, люди боятся. Во-вторых, ну, все боятся, конечно, что их уволят. Народ у нас в этом плане не очень организованный, чтобы вести какие-то коллективные действия. Ну, пока я не вижу, во всяком случае, с кем бы можно было что-то обсудить, поговорить. Есть единицы, но они, как правило, пока единицы. Ну, народ, к сожалению, не сильно просвещённый. Я тоже раньше ни во что в это не верил. Ну, а когда начинаешь смотреть, интересоваться, смотришь, то там медики, то там в Азоне, то крановщики в Казани, то... Ногинский тот же хлебокомбинат. И по телевизору это не показывают, люди этого не сильно видят. Ну, вот, как-то так. А у вас тут есть какие-нибудь боевые профсоюзы? Были ли какие-то крупные трудовые конфликты? Ну, мне кажется, у нас ещё, понимаешь, в чём? У нас ещё есть такая специфика небольшая. У нас под боком здесь находится город Новочеркасск с известными событиями в нём произошедшими. Ну, да, я вот проезжал, когда ехал сюда мимо него. Очень, да. Люди помнят об этом хорошо. Пока ещё особенно старшее поколение помнят. Молодняк, там, моего возраста, и помладше. Может быть, уже даже ничего и не знают по этому поводу. Но, вообще, в принципе, в большинстве своём, как бы, у нас это не сильно жалуют. Вообще, в принципе, левых не очень любят. В основном только совсем-совсем взрослые люди прям, которые там успели ещё какие-то отголоски, может быть, сталинских времён захватить. Ну, и всякое такое. Потому что, ну, начинаешь там с дедушками, с бабушками разговаривать просто на улице. Все говорят, вот, да, тогда было хорошо, а сейчас пришли бандиты. Это всё бандитское. Ну, и т.д. и т.п. Так и многие рабочие об этом говорят. Даже я вот общаюсь с рабочими. Они говорят, что сейчас власть бандитская. Ну, вот, да. Да. Рабочие у нас, у нас специфика, опять-таки, заводов, она очень сильно провоенная. То есть, они очень сильно упираются на военку, и у них со службами безопасности очень тяжело. Вот у меня есть одна знакомая работает на таком заводе. Она мне говорит, ты мне даже там ничего в контакте старайся не присылать сильно там никуда, ни на стенку, никуда, чтобы, не дай бог, увидят. Я сразу оттуда вылечу просто. Ну, то есть, там проверяют прям так. Всё, всё, всё. Пытаются следить, да, судя по всему, вот, пытаются следить, раз у них вот такое вот есть. То есть, у нас, допустим, тот же самый Ростсельмаш тракторно-комбайновый, не знаю точно, кто они там. Раньше, во всяком случае, я ещё в школе учился в 90-х годах, нам говорили, что он в течение нескольких часов переоборудуется под танковое производство. Тот же самый Роствертол, они, ну, в основном военку и производят. Ну, и, собственно говоря, остальные там, которые локаторные, связисты там и прочие, тоже, как правило, продукцию на гражданский рынок не выпускают. Ну, и вот так. Спасибо. Так, следующий вопрос. Из Чебоксажа задаёт Сунислав Царьин. Чем руководствуете составление программ на день? Составление программ на день происходит следующим образом. Естественно, в первую очередь обязательно идёт контент, который публикуется, ну, грубо говоря, сегодня опубликовали, я его стараюсь завтра поставить в эфир. также стараюсь постоянно крутить несколько раз в неделю какие-то, если у нас происходят лекции, семинары в Красном университете. Возможно, что-то значимое, если у нас происходит, допустим, какая-нибудь, где-нибудь, что-нибудь профсоюзное полыхнуло, внезапно пытаюсь тоже подбирать что-нибудь тематическое, ну, и плюс очень сильно зависит, допустим, от времени года, это касается музыки, в первую очередь, праздники какие-то, то есть, Новый год, ну, я думаю, кто нас слушает постоянно, прекрасно видят, что у нас сейчас очень большая подборка идёт непосредственно из новогодних фильмов советских, про зиму песни, ну, и так далее. В основном происходит это вот так. Я также пытаюсь, вот сейчас благодаря Стасу разжился хорошим диктофоном, продолжу наконец записывать полное собрание сочинений Ленина. Есть ещё несколько ребят, которые классовую борьбу, по-моему, один товарищ записывает, или книжку Попова какую-то. Да, книжку Попова классовую борьбу, потом ещё одну кто-то записывает, вот, к сожалению, сейчас не могу сказать. социальную диалектику ещё кто-то записывает. социальную диалектику записывает, тоже стараюсь, как бы, как только ребята выпускают, ну, то есть, в основном упор идёт на что-то свежее, на что-то, что вот только что вышло, ну, и остальное пытаюсь потихонечку, если время остаётся, разбавлять чем-нибудь таким, как можно более актуальным. Вот так. То есть, если там, допустим, прошло какое-нибудь занятие в Красном университете, допустим, по науке логике, я лезу, пытаюсь найти какие-нибудь, даже старенькие, возможно, занятия из того же Красного университета, там, того же Попова по диалектике, по науке логике, того же Золотова, ну, и так далее. А сколько ещё примерно слушает людей на радио? Пытался подводить некую статистику перед Новым годом. Собирали где-то с середины ноября до середины декабря. В среднем за день уникальных слушателей проходит где-то 60. Опять-таки, новогодняя сейчас статистика покажет, я думаю что-то невообразимое потому что мне от группы ВКонтакте уведомления прилетело вот я не помню то ли в районе 31-го то ли в первых числах января о том что у нас там какая-то активность в группе превысила плюс 231% или что-то такое. Но это конечно цифры пока смешные и у нас там даже 250 человек по-моему в группе нету. Но активность неплохая она была вызвана конкурсом который мы проводили это был конкурс репостов мы там разыгрывали майку кружку значок вот ребятам призы отправил один уже даже получить успел это Алексей Чопа получил этого Алексей Чопа получил один товарищ из Украины откуда-то и первое место майку выиграл из Свердловской области по-моему откуда-то сейчас и не вспомню даже вот один да получил жду от остальных когда им придут призы возможно это с новогодними праздниками связано ну конечно да я когда связывался с конторой которая все это изготавливает они сказали это будет долго они там обычно они изготавливают в пределах трех дней а тут у них аж до десяти растянулось ну да мы у них заказывали мы флаг РПР заказывали себе мы тоже по-моему за пять дней что ли его получили да а вот сейчас ребята до сих пор некоторые ну один через почту на Украину она возможно вообще долго будет я не знаю ау со вторым возникли некоторые проблемы ну уже все решили уже все должно было уехать ждем от них результатов с фотографиями выложим обязательно в группе победителей я уже выкладывал вот со всеми связался все хорошо осталось дождаться только когда призы свои получат ну будем ждать надо выложить так следующий вопрос это Андрея Маторина так вопрос слушать технически нельзя ли сделать возможность прослушивания не только эфирная программа а еще каких-то курсов лекций подобный функционал имеется у приложения для Андроид у старого радио курсом прослушивать целеобразнее да очень понравилась мне эта идея но к сожалению у нас пока что на данном этапе в ближайшее время я думаю это организовать не получится к сожалению пока у нас ведется работа над нашими приложениями для Андроид для IOS они у нас пока на Андроиде есть приложения в полурабочем состоянии к сожалению ну вот сейчас нашли специалиста который технически грамотный занялся этим делом наконец как раз была и у него эта идея чтобы можно было курсы как-то прослушивать именно курсы идея мне очень понравилась мы ее в будущем я думаю если у нас технических навыков хватит а я думаю обязательно найдутся такие люди мы обязательно что-то подобное сделаем я думаю это очень интересно очень полезно ну то есть это просто вопрос времени да это вопрос времени тут опять-таки планы на самом деле грандиозные не хватает просто людей которые всем этим занимаются к сожалению кто-то периодически выпадает кто-то новый приходит старые когда выпадают еще ладно там как-то нагрузка более-менее бывает распределяется а новый когда приходит он естественно бывает допускает какие-то ошибки пока поймет как это все правильно делать пока то да сё то же время проходит нервы тратим ну потихоньку потихоньку вот я во всяком случае очень доволен тем как мы с новостями вышли и это мы еще даже полгода радио нету нашему а мы уже в принципе 3-4 раза делаем выпуски в неделю с достаточно свежими новостями то есть уже как бы неплохо хотелось бы конечно выйти на каждый день хотя бы на будние дни но пока людей не хватает но вообще привлекаются не только партийные но и беспартийные да у нас есть вот допустим новостями занимается товарищ он же занимается он записывает классовую борьбу он в принципе там помогает по мелочи очень много сейчас еще привлекли двух товарищей которые тоже по мелочи помогают там то группу модерируют то еще что-то то есть это как бы уже даже немножечко за пределы партии потихонечку вылазить начало люди есть слушают тоже непартийные там же вот количество в группе человек в районе 250 по-моему если я не ошибаюсь из них далеко не все партийные очень много присылают какой-то материал интересный там один товарищ есть у него вообще какая-то великолепная коллекция просто граммофонных записей он постоянно что-то присылает очень интересно в принципе да и вообще вот слушатели наши да и не только слушатели просто если кому-то интересно всегда присылайте записи по мере возможности по мере времени стараюсь это все дело ставить в эфир пускать особенно очень интересно живые звуковые записи Ленина Сталина Кирова и всех вот этих вот бывших наших партийных деятелей да и не только партийных в принципе очень интересно послушать даже в качестве как с каким-то просто историческим материалом ознакомиться очень интересно вопрос из Жевска задает Полина Кошкина по каким критериям выбираете программу для эфира какие планы почему решили этим заниматься что лучше ютуб или радио еще вопрос как дела ну по критериям я в принципе рассказывал уже основные нюансы как подбирается это все в принципе так и работает то есть по актуальности в первую очередь а дальше по принципу аналогичности ну грубо говоря что сейчас идет в мире происходит стараюсь актуальные тоже вещи подбирать что там дальше было так почему решили этим заниматься что лучше ютуб или радио решил заниматься вообще я писал в статье если вдруг кто-то не знаком меня эта тема всегда очень привлекала я вообще такой достаточно технически подкованный у меня компьютер появился мне было 4 или 5 лет я вообще всеми этими штуками всякими электронными интересовался все время у меня было аналогичное радио когда-то я еще по-моему в школе учился или на первых курсах института я не помню тогда это было все на уровне там друзья музыку заказывали я ставил голосом что-то объявлял так баловался опыт был а тут как бы я товарищам из партии предложил идею поддержали сказали пробуй занимайся ну я начал пробовать заниматься вроде бы как потихонечку пошло 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 вот ну и я же говорю я ориентировался в первую очередь на то что вот я допустим еду за рулем куда-нибудь там после работы на тренировку я через весь город еду из одного конца города в другой я еду часто по навигатору чтобы там пробки объезжать и всякое такое а youtube фоном не играет и все печально ну то есть удобнее радио для либо что-то скачивать заранее накачивать откуда-то но я этим заниматься не очень сильно люблю а если ну а покупать премиум подписку мне не хочется ну да это дорого да ну не то чтобы дорого просто радио оно еще чем интересно там музыка какая-то постоянно играет между лекциями какими-то оно идет есть в этом какой-то такой вот некий шарм который я не могу точно объяснить почему оно мне это нравится но вот мне нравится и я решил этим заниматься это правильно это хорошо так еще вопрос от Полины так как 150-летие Ленина будет представлено на радио планы по развитию радио как подмазаться и выиграть конкурс по 150-летию Ленина я думаю мы обязательно попробуем раскопать какие-нибудь интересные вещи записи какие-нибудь голосом ну обязательно будет большая работа с этим проведена я думаю это будет интересно по поводу конкурса вообще на самом деле удивительно я такое небольшое предисловие сделаю я когда-то участвовал в программке по которой я на баяне учился играть в конкурсе репостов там было всего 4 человека участвовало и было 3 призовых места так вот я умудрился не выиграть ни одно а тут так получилось ну в первую очередь когда мы участвовали в конкурсе ну скажем так лайков там надо было большее количество подписчиков выиграть звездочек чтобы поставили ну те же лайки там я не помню как у них это правильно называется мне нравится или сохраненная то что мы я вас всех жутко замучил давайте ставьте устанавливайте звездочки эти ставьте везде мы набрали хорошо это в первую очередь все таки не совсем моя заслуга это больше вот товарищам спасибо мы выиграли сумму денежную которой нам хватит для аренды этого сервиса на почти полтора года или что-то ну там плюс-минус сейчас опять по конкурсу репостов я выиграл вконтакте еще один конкурс это прям вот позавчера мне по-моему написал владелец этого сервиса выиграли еще какую-то сумму ну еще будет плюс к бесплатному к бесплатной аренде получается какой-то какого-то количества сервиса еще не смотрел времени нету еще никак руки не дойдут сколько мы там выиграли но выиграли причем удивительно это был конкурс репостов вконтакте и призовое место было одно я очень сильно удивился что выиграл именно я опыт показывает обычно мне с этим не везет вот вот так так дальше так вопрос от Ильи Пастухова начался Новый год значит впереди много праздников какие-то идеи на счет на их счет 9 мая будет ли отдельная подборка песен военных лет ну это обязательно это то чем я руководствуюсь всегда то есть вот то что было с Новым годом где-то с десятых чисел по-моему декабря если я не ошибаюсь или может быть чуть-чуть раньше я специально сидел слушал отбирал все вот эти вот из в основном старых советских фильмов про зиму про Новый год песни просто советские песни про зиму про Новый год это естественно будет большая подборка это естественно будет делаться перед майскими праздниками обязательно перед вообще такими тематическими какими-то праздниками обязательно буду делать какие-то музыкальные может быть тематические лекционные какие-нибудь на 9 мая я думаю попробуем запустить может быть что-нибудь историческое, может быть, даже если повезет, попробовать взять интервью какое-нибудь у какого-нибудь человека, который, возможно, даже повоевать успел. У нас, к сожалению, с ними все меньше и меньше. Ну, вот я думаю, я попробую к 9 мая найти какого-нибудь ветерана. Я был знаком лично с тремя, у меня здесь жили от меня недалеко, но, к сожалению, умерли. Вот, если у меня получится, я обязательно что-нибудь такое сделаю. Попробую поговорить, расспросить. Если пойдут на контакт, то, я думаю, это будет очень интересно нашим слушателям. Да и ветераны, наоборот, мне кажется, очень приятно. Ну, они любят рассказывать. Может, не все, конечно, рассказывают, но что-то рассказывают. Ну, я не знаю, кому как. У меня бабушка говорит, прадед мой воевал, говорит, никогда про войну рассказывать не любил. Ну, посмотрим. Если получится, это будет, мне кажется, очень здорово. Ну, да, я согласен. Мне тоже мама рассказывала, что дед прошел три войны, и тоже про войну никогда не рассказывал, не любил эту тему. Ну, вот. Так, далее. Вопрос от нашего диктора новостей Эльдора Рубежа. Как и что тебя связало с РПР? Как ты к этому пришел? Когда-то я смотрел всяких Соловьёвых и прочую лабуду. И, ну, я не знаю, я вырос, наверное, или пришло какое-то понимание, может быть, в голове какая-то картинка связываться стала. Я понял, что что-то тут не так. Что-то это всё... Это ж неспроста. И начал искать, естественно, информацию. Ну, информацию, скажем так, неподготовленный человек, какую из интернета может получить. Ну, обычно, либо то, что ему понравится, либо первое, на что он попадёт. Вот я начал искать, искать. Смотрел, смотрел. А тут как раз случилось так, что к гоблину пришел Попов, наш уважаемый Михаил Васильевич. Рассказывал. Его было поначалу очень сложно воспринимать. Я несколько раз пытался его лекции пересматривать. Несколько раз засыпал под это дело. Но в итоге осилил. Начал чуть-чуть что-то складываться в голове, в целостную какую-то картинку. Решил поспрашивать, поинтересоваться именно, кто он, что он, чем он занимается. Ну, и так, собственно говоря, потихонечку, потихонечку. Мне, конечно, потребовалось некоторое время осмыслить это всё дело. Первым делом я полез читать, кто такие КПРФ. Очень сильно расстроился. И даже, по-первых, подумал, что коммунизм – это, наверное, не наш путь. Но потом, когда я понял, кто они такие, и что такое коммунизм, то, наверное, сделал правильный выбор. КПРФ, благодаря своим знаниям, пришёл в РПР, а не куда-нибудь в другое место. Очень меня, достаточно хорошо меня приняли. Учиться заставили. Это был один из пунктов, который мне в РПР сердце, наверное, подсказало. Я не знаю, я ещё тогда сильно не понимал ничего. Но меня это прям очень сильно зацепило, что обязательно нужно отучиться. Нигде такого больше на тот момент я не видел, не встречал. Это вот прям меня зацепило. Я достаточно такой, у меня технический склад ума. И я с техникой очень долго и много работал. Я понимаю, что такое учёба, что она значит, что она даёт. И вот это вот, наверное, один из решающих элементов было, почему я пошёл именно в РПР. Потому что всё-таки учиться заставляли. А без учёбы, ну, что ты можешь сделать без учёбы? Ну, что ты без учёбы не сделаешь? Без знаний, без помощи товарищей, тех же самых, которые этим знанием обладают. Ну, это... Ну, то есть, практика без теории слепа просто. Она даже не то, что практика без теории. Ну, грубо говоря, ну, вот собралось там, где-нибудь, не будем называть названий, просто вот где-нибудь собралось в ячейке, там, 10 лоботрясов. Ну, что они могут сделать, если они, никто из них ничего не знает? Ну, только как велением сердца, как что-то они могут сделать. Ну, это ж... Ну, что они могут? Ничего. Ну, пойдут на митинги. Ну, дадут им дубинкой по башке. Ну, посадят в кутузку. Ну, и чё? Ну, а у тебя как, короче, успехи с учёбой? У меня успехи с учёбой, ну, я считаю, достаточно неплохо. Я потихонечку всё-таки начал выделять под это время, начал учиться. На второй год в Красном университете остался. Это мне, в принципе, помогает сейчас пройти обучение, потому что есть уже какая-то основа. Ну, я в том году просто так сложилось, что я на экзамены не попал. Я в отъезде был, у меня возможности не было сдать их. Может быть, я бы их тогда и сдал, но всё-таки посчитал должным, что нужно всё-таки обучение пройти полностью, как полагается. В этом году прохожу очень много. Вот прям последний год, я в партии в районе, наверное, полтора года, если я не ошибаюсь. Ну да, мы где-то в один момент вступили. Я скажу, вот, наверное, последний год, полгода у меня прям очень сильно поменялось и мировоззрение, и знания очень сильно помогают. Я начал потихонечку видеть какие-то, не то чтобы глубинные процессы, но хотя бы начал видеть, что откуда берётся, почему, зачем и как. То есть, это вот прям очень-очень полезное дело. Времени на это, правда, очень много требуется, и сложно совмещать и спорт, и семью. Это у меня ещё детей нету просто. Поэтому у меня времени столько свободно. Извините, я тебе скажу так, я в прошлом году обучался в Красном университете, у меня был прям вообще маленький, только родился ребёнок. Я и семьёй занимался, и обучением занимался, и я за один год прошёл программу Красного университета. Ну, у каждого способности разные. Ну да, ну, то есть, это можно совмещать. А кто-то ещё и полениться любит, как я. Ну, не без этого. Так, ещё вопрос от Эльдара. Какие планы по увеличению аудитории слушателей будут ли вестись передачи для новых юных ушей? По увеличению слушателей плана как такового нету. Я вижу прекрасно, что в основном народ идёт на какой-то уникальный контент, либо интерактивный. Мы пытались сначала выходить в живом вещании, но у нас, к сожалению, не получилось. Опять-таки, идея фундамента, она как раз под это и рассчитана. То есть, обсуждать какие-то вопросы. Я вот даже по себе знаю. Тот же самый пролетарий не давал мне, да и до сих пор покоя не даёт. Постоянно где-то всплывает. Постоянно идут какие-то споры, оживлённые на эту тему. Вот именно для этого фундамент и должен записываться. Пока, к сожалению, одна программа. Но на ближайшее время сейчас попробую записать про, зачем нужна партия, зачем нужны советы и как они друг с другом взаимодействуют. Тоже долго у меня не было понимания, как это всё устроено. Ну, то есть, вот это именно, наверное, для новой аудитории, для молодой аудитории будет всё проходить как раз вот такие вот моменты. Ну, во всяком случае, я даже по себе, которые сужу, которые мне были поначалу очень непонятны. Которые, скажем так, для неподготовленного человека могут неоднозначными показаться, во всяком случае. Вот это вот, наверное, должно вот так проходить. К сожалению, время, время, время. Надеюсь, может быть, сейчас договорюсь с одним человеком, он возьмёт полностью на себя подготовку, запись фундамента. Тема эта очень интересная. Ну, потом и про фашизм пойдёт, и на экспорт, и не на экспорт, и про все такие вот мелкие нюансы, может быть, даже книжки обсуждать. Ну, это вот именно то, должно быть программа направлена на то, чтобы было интересно и понятно для людей, которые, грубо говоря, этим только начинают интересоваться. Вот такая вот у неё задумка. Ну, то есть, это будет живая беседа, просто человек будет рассказывать, объяснять. Может быть, даже и не столько живая беседа, просто это должно быть, скажем так, разжёвывание вот этих вот моментов основополагающих. Оно и называется фундамент, потому что какие-то фундаментальные вопросы, вещи будут там раскрываться. Вот. Вот так. Так, следующий вопрос от моего товарища из Воронежа, Алексея Шмыкова. Будет ли переход на крупную платформу типа YouTube? Не смущает ли тот факт, что без видео ряд и модной формы подачи нынешняя потенциальная аудитория не очень хочет знакомиться с содержанием? Ну, относительно YouTube есть идея. Я ей как раз сейчас пытаюсь заниматься. Мы, скорее всего, будем делать некое подобие рестрима. Есть идея попробовать запустить этот поток. Но он всё равно будет исключительно аудио. Мы будем пробовать запускать его на YouTube. Мы будем пробовать запускать его во всех самых популярных в России сегментах социальных сетей, таких как ВКонтакте, Одноклассники. Будем пробовать запускать тоже потоки там. Сейчас я потихонечку курю форумы, чтобы понять, как это всё происходит. Раньше было немножечко проще. Раньше было именно радио-радио, прям ВКонтакте можно было в группах где-то вешать. Но, к сожалению, Mail.ru, когда ВКонтакт выкупили, они этой возможности нас лишили. Буду пытаться делать что-то типа стримов, наверное, это будет. Ну, просто будет поток перенаправлен, грубо говоря. Наверное, так. Относительно того, что сейчас это не модно, не интересно, но, как сказать, суть радио, сама задумка, для чего оно было придумано, оно не для того, чтобы попасть в какой-то тренд, хайпануть и т.д. и т.п. У него есть вполне себе конкретные цели, конкретные задачи. И мы не гонимся ни за модой. Мы гонимся, в первую очередь, за неким вот таким вот моментом удобства, наверное, которое не всегда, скажем так, удобно при просмотре видео где-то в пути, в дороге. Да и просто, скажем так, не у всех на работе есть возможность там видео поставить себе на телефон. Ну, то есть, можно на рабочем месте даже включить наушники и слушать. Да, это, в принципе, основные, наверное, моменты, которых не хватало лично мне. Почему я задумался именно о создании радио, а не канала на Ютьюбе, не какого-нибудь, типа, стримингового телевидения, или просто эфирного какого-нибудь канала на Ютьюбе, как есть там. Серьёзных не знаю, видел, просто есть каналы с мультиками на Ютьюбе, которые там постоянно какие-нибудь мультики крутят, крутят, крутят. Они как бы в эфире, и там просто чат есть. Ну, чтобы не делать это таким образом, а делать это именно как... Ну, то есть, это одна из форм подачи. То есть, можно видео, можно газетами, можно через радио. Абсолютно верно. Я как бы задумывал тот формат. Я понимаю, что он не модный, там такого количества аудитории не будет, как, допустим, даже на канале на Ютьюбе Фонда Рабочей Академии. Это всё прекрасно понимаю. Но задумывалось именно, чтобы заполнить вот эту нишу, которой не хватает лично мне. Ну, и, как оказалось, есть люди, потихонечку находят, которых тоже этот формат привлекает. Вот. Он, повторюсь, не такой популярный, но есть люди, которым это нужно. И вот это именно для них в первую очередь делается. Вопрос от Ани Ростовцевой. Учеба в Красном Университете, работа, спорт, красное радио. Пётр, остаётся ли время на личную жизнь? Ну, слава Богу, у меня с личной жизнью получилось до того, как у меня перестало хватать времени. Я её обустроить успел. Вот. Ну, тут на обычную жизнь не всегда времени хватает. Особенно, если это будние дни. Там до шести работаю. Поехал на тренировку часов. В начале одиннадцатого приехал с тренировки. Сел составлять радио, эфир. Накидал там, ну, когда полчаса уходит, когда час, когда ещё больше. Там, если девчата новости скидывают, я же это сажусь, всё обрабатываю. Всякие вздохи, шумы, щелчки убираю. Всё это склеиваю должным образом, музыку накладываю, только потом в эфир кидаю. Ну, времени в будние дни практически нет. Есть более-менее два разгруженных вечера. Вторник, четверг. В субботу я обычно отсыпаюсь. Ну, и в воскресенье что-нибудь... Чё-нибудь делаю. Дома. Может, гулять давно уже не ходил. Спорт очень много времени занимает. Очень много времени, сил. Я занимаюсь. Достаточно, ну, пытаюсь делать вид, что это серьёзно. Есть какие-то успехи определённые. Вот в этом году мастера спорта получил. Очень тяжело. Конечно, много сил, времени на это уходит. Но что ж поделать. Надо всесторонне развиваться. Ну, а жена тебя вообще поддерживает в твоих начинаниях? Ну, спорт мой ей нравится. Даже периодически пытается как-то со мной на эту тему повзаимодействовать. Сама походить, чтобы я её там чему-нибудь, может, научил. Показал, рассказал. Медали висят. Тоже на соревнованиях. Вечно после соревнований на себя нацепят. Бегает, радуется. Говорит, я себя тоже такие хочу. Буду с тобой теперь ходить заниматься. Ну, пока не дошло. Сейчас тоже пошла на новую работу. Очень много времени у неё это занимает. Очень устает сильно. Вот. Ну. Ну, ругается она меня, конечно, что мало ей времени уделяю. Ну, как получается, так и уделяю. А в плане вот, она вот читает там Ленина там? Нет. Она от этого далека. Я ей пытаюсь иногда на какие-нибудь злободневные вещи что-нибудь рассказать. Иногда даже послушает. Но так ходит вечно надо мной, подшучивает ты там со своими коммунистами. Фигнёй всякой занимаешься. Знакомый. Мне тоже женатая. Вот. Ну, как обычная нормальная женщина. Женщины в большинстве своём политикой не интересуются. Ну, как бы. Я её не считаю нужным заставлять. Потому, что если это делать из-под палки, ну, скорее всего, она это будет ненавидеть. И ничего хорошего о развитии не увидит. Да. Да. Тем более, у неё возраст ещё такой сейчас. Ей 23 года всего. Она ещё достаточно молодая. Я в её возрасте тоже не сильно этим всем интересовался. И может быть, постарше станет, её это заинтересует. Ну, там посмотрим, как время будет. Время покажет. Так, дальше. Так, от меня вопрос. Есть ли заинтересованные в проведении встреч слушателей Красного университета в Ростове? Ну, мы с тобой общались на эту тему. Я с ребятами общался. В принципе, есть заинтересованные. Но они не столько как бы слушателей Красного университета. Ну, и мне самому пока это очень тяжело. У меня времени просто физически не хватает на всё это одному тянуть. Сейчас, ребята, как я выше говорил, если новые повступают, хотя бы нас будет, человека три, можно будет на эту тему задуматься. Я полазил по группам поискал. Ну, в принципе, народа из наших краёв немного так, чтобы учились или хотя бы даже слушали. Ну, практически всех заинтересованных я подсобрал. Там получилось около восьми, по-моему, человек по Ростову. Несколько человек, по-моему, даже есть, кто уже закончили. Ну, вот, их в своё время просто не прибрали, и они как-то ушли в свободное плавание в этом вопросе. Сейчас, в прошлом году, всех, кто, почти всех, не могу двух людей найти, которые учатся в Красном университете. Со всеми постоянно держу связь. Пытаюсь спрашивать, как успехи, как учёба, сдали, не сдали. Ну, вот, надеюсь, как-то пойдёт потихонечку. Ну, а дальше, наверное, уже со следующего семестра будем пробовать встречи проводить. Пока я элементарно даже не успел пробежаться по библиотекам, поспрашивать насчёт свободного времени. Кто может предоставить помещение там и т.д. и т.п. На улице совсем не хочется это проводить. На улице, ну, летом ещё можно как-то встретиться, что-то в свете, а зимой это просто невозможно. Летом, да, но всё равно. Совсем не тот формат. Совсем не хочется на улице, мало ли кто пристанет или ещё что-то выяснять отношения начнёт. Ну, лучше, когда помещение есть какое-то. Да, спокойно, огорожено от всех сил, никто лишний на тебя не смотрит, никто не кричать не будет, ничего не приставать. Это спокойнее и правильнее, на мой взгляд. Ну, вот мы тоже, нас когда стало трое в Воронеже, мы тоже нашли тогда помещение, товарищ нам предоставил помещение, мы вот собираемся, к нам приходят люди, кто-то уже вступил в Красный университет, является слушателем, кто-то ещё нет. Мы к нам на встречи ходим, мы проводим, общаемся, обсуждаем все эти вопросы. Ну, вот. Вот так. Так. Вопрос от Татьяны Тимошенко. Став коммунистом, человек начинает по-другому видеть мир и свои цели, начинает экономить время, вычёркивая пустые разговоры и встречи. Вопрос. Удаётся ли тебе сохранить дружбу со старыми друзьями? Ну, у меня друзей, в принципе, как вот в понимании, какими они были лет, когда мне было 20, сейчас, наверное, практически не осталось никого. Я в своё время вперёд них повзрослел, и мне с ними неинтересно стало. У меня друзей практически как таковых не осталось, там, за исключением, может, трёх-четырёх человек, которые скорее знакомые, нежели друзья, с которыми общаюсь. То есть, ну, вот те, которые попали в эти число, в этих четырёх человек, я с ними пытаюсь общаться, но там, опять-таки, только нехватка времени. Видимся очень редко. В основном это какие-то праздники, дни рождения. Вот. Ну, а так сказать, что у меня кто-то после того, как я коммунистом стал, отвалился, такого, по-моему, нет. У меня отвалились все друзья такие, ну, не то чтобы ненужные, а я из них просто вырос до того, как коммунистом стал. Наверное, это как бы поспособствовало, просто я, наверное, немножечко поздно в эту тему попал. Вот и всё. Ну, а так ты вот успел с кем-то из товарищей дружиться, вот из партии? О, да, это вот с тобой мы очень много общаемся. По линии радио есть несколько человек, практически все, кто с нами работает, хоть как-то помогает, со всеми активно общаемся. Есть просто из партии люди, которые даже не помогают, но всё равно очень хорошо общаемся. Ну, как, труд объединяет, идеи объединяют общие, и, естественно, как бы не знаю, насколько это можно и правильно ли это называть дружбой. Ну, очень хорошо, очень приятно, да, общаемся с людьми на всякие всевозможные темы, различные, даже там на повседневные. Очень хороший, сплочённый, дружеский коллектив в большинстве своём. У меня вопросы закончились, которые прислали нам слушатели и зрители. Ну, если от себя нечего добавить, можно, наверное, сворачиваться. Всё, спасибо тогда за беседу. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Много разных городов, видел я, родная, только лучше, чем Ростов, города не знаю, у реки Казачья. Субтитры создавал DimaTorzok